Всем привет, друзья! В предыдущем видео я затронул тему перевода мультфильмов в 80-х и 90-х годах. Так как мое детство проходило именно в начале 90-х, я хочу вам рассказать о людях, чьи голоса мы помним по определенным фильмам или мультикам. Иностранные картины, выходившие в прокат до 1991 года, чаще всего оставляли без оригинальной звуковой дорожки, накладывая сверху дубляж русскоговорящих актеров. Да, это было красиво и профессионально, но только на выпускаемых ВХС-кассетах с пиратскими переводами российские зрители впервые могли услышать настоящие голоса иностранных актеров. При этом сам перевод был ничуть не хуже, хоть и одноголосый. Итак, одним из первых, кого я хорошо помню, так это Юрий Живов. Его голос был слегка затянутым и порой немного запоздалым, но это ничуть не портило восприятие. В конце 80-х Юрий решил заняться авторскими переводами фильмов. Свою карьеру он начал где-то в начале 90-х с фильма «Любовник Леди Чаттерли». Позже появились переводы таких фильмов, как «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход», «Маска», «Ворон», «Изгой» и множество других картин. Лично мне он больше запомнился с мультфильмов, а именно с начальной заставки «Тома и Джерри». «Леди и Бродяга» и, конечно же, «Король Лев». А после и «Король Лев 2», который я смотрел, как говорится, до дыр. С его голосом выросло целое поколение киноманов. Юрий перевел и озвучил более 1300 художественных фильмов. Его уникальный тембр голоса, харизма и актерское мастерство. Благодаря этим качествам он мог проговорить слова любого героя иностранного кино, чтобы зритель проникнулся сюжетом фильма. Хорошее знание иностранных языков и чувство юмора позволило ему объяснить российскому зрителю тонкости чужой культуры. Как жаль, что в 2019 году перевозчика не стало из-за болезни почек. Вартан Карлович Дахалов переводил фильмы с английского и французского языков. Но уже в середине 90-х закончил карьеру переводчика. Несмотря на это, его голос навсегда запомнился мне в озвучке фильмов «Один дома» и «Один дома 2». Мы опоздали, чёрт! Хоть его карьера и не была продолжительной, он всё равно успел озвучить кучу известных лент, таких как «Терминатор 2», «Охотники за привидениями», «Кошмар на улице Вязов» и многие другие. Василий родился в семье известного советского разведчика, писателя и сценариста Овидия Горчакова. По словам Василия, до 6 лет он лучше говорил по-английски, чем по-русски. Горчаков дебютировал в кино как актёр в 13-летнем возрасте, сыграв главную роль в фильме «Большие и маленькие». В связи с плохим поведением в школе родители запретили ему сниматься в кино. Несмотря на то, что в школе по английскому языку получал тройки, после школы поступил в военный институт иностранных языков. Переводить фильмы начал в 1973 году по просьбе самого Леонида Володарского, который попросил подменить его на показе фильма «Тройное эхо». Также работал личным переводчиком на Московском международном кинофестивале для Роберта Де Ниро, Роберта Рэдфорда, Джека Николсона, Стивена Сигала и других. В общей сложности Горчаков перевёл множество фильмов, и если верить Википедии, он перевёл более 6000 фильмов. Наверное, проще составить список, что он не перевёл. Если вам больше 20 лет, его голос узнать будет очень легко. Лично мне он запомнился в таких фильмах, как «Оно» 1990 года, «Терминатор», «Интервью с вампиром» и «Белоснежка и семь гномов». Из пепла ядерного огня, их война на уничтожение человечества шла десятилетия, но последняя битва состоится не в будущем. Алексей Михайлович Михалёв умер ещё в 1994 году в возрасте 49 лет, не дожив до своего 50-летия 18 дней. Но, несмотря на это, память о его голосе живёт до сих пор. Твоей жене нужно иметь просто красивую мордашку, сильную спину и такую грудь, которая может прокормить целые выводы к твоих отпрыскам. Алексей Михалёв – переводчик, прошедший путь от работы в советском МИДе до переводов для пиратских видеокассет. После окончания Института стран Азии и Африки при МГУ, Михалёв, специализировавшийся на языке фарси, работал в советских посольствах и даже выступал в качестве переводчика на личных встречах Брежнева с лидерами Афганистана и Ирана. Алексей Михалёв впервые столкнулся с переводом фильмов на международных фестивалях, где работал с персидскими и английскими лентами, а с 80-х начал регулярно переводить фильмы для распространения на видеокассетах. Набралось их в итоге более трёх сотен. Одной из первых работ стала кинолента «Пролетая над гнездом кукушки», а затем «Крёстный отец», «Дюна», «Мизери» и множество других картин. Лично мне запомнилась «Полицейская академия», «Аладдин», «Русалочка», «Красотка» и «Дядюшка Бак». В начале нулевых я увидел фильм с самолётом, поездом, машиной. С этой легендарно-мемской озвучкой от Михалёва. В этой сцене он поставил абсолютный рекорд по количеству произнесённого слова, бля. Начни с того, бля, что это улыбка, бля, за свои розовые морды, бля, запихни себе в жопу, бля. Кому интересно, полное видео будет в описании к ролику. Андрей Гаврилов известен как советский и российский музыкальный журналист, музыкальный издатель, диктор, ну и, конечно, синхронный переводчик фильмов с английского и французского языков. А это ваша армия, да? Тогда почему же они убегают? С середины 80-х годов является одними из самых известных и продуктивных переводчиков. Родился в Ленинграде в семье газетного журналиста Юрия Гаврилова. Как и Михалёв, получил блестящее образование в СССР. Он закончил МГИМО при советском МИДе, после чего какое-то время работал международным журналистом. В 1980-х годах писал статьи о западной рок-музыке, как для газет, так и для журналов. На его счету более двух тысяч переведенных кинолент, но большую популярность в интернете он получил благодаря сцене из фильма «Кровь и бетон. История любви». Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть ты? 30-секундный монолог в озвучке переводчика стал узнаваемым. На него и по сей день выходит множество пародий. «Гаврилов» до сих пор занимается авторскими переводами, но я, конечно же, знаю его старые наработки, такие как «Крепкий орешек», «Зелёная миля», «Смертельное оружие», «Роки», «Храбрый рыцарь» и многие другие. Если обобщить, то в то время его голос мне нравился больше остальных. И, пожалуй, самый узнаваемый голос у Леонида Вениаминовича Володарского. Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике... За время активной деятельности он сделал немало хороших дел. Например, одним из первых в нашей стране занялся переводом произведений Стивена Кинга и Джерома Селлинджера. Как и его вышеперечисленные коллеги, Леонид работал переводчиком на кинофестивале. В конце 70-х с появлением в СССР видеокассет к нему стали обращаться видеооператоры. Из-за подобной практики часто вызывали в качестве свидетеля в КГБ милицию и прокуратуру. По его словам, он всегда переводил фильмы синхронно и с первого раза, но никогда не смотрел фильмы с собственным переводом. За 30 лет непрерывной работы Владарский перевёл более 5000 картин. Это стало одним из ключевых факторов его популярности, но не менее значимой деталью стал его своеобразный голос. Причиной того стал дважды сломанный нос в молодости. Но есть ещё одна версия, по которой Владарский сам изменял голос, дабы его не вычислили в КГБ. Кто знает, версия вполне правдоподобна. Его голос мне больше всего запомнился в прологе Терминатора. Не восстали машины из пепла ядерного огня. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Напишите в комментариях, какой ваш любимый фильм с одноголосым переводом. Также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы YouTube оповещал вас о выходе новых роликов на моём канале. А на этом у меня всё. С вами был Мик. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!